Китайский акционер Мотор Сичи назвал санкции Украины варварским грабежом. Введение государством Украина санкции против китайских акционеров Мотор Сич – варварский грабеж и грубое нарушение законных прав. Китайский акционер предприятия намерен использовать все возможные юридические средства, включая международный арбитраж, для решительной защиты своих законных прав и интересов. Об этом сказано в официальном заявлении Скиризон, которое опубликовано в китайских медиа и на сайте внеочередного собрания акционеров ПАО Мотор Сич. После вступления в силу санкций, компания Скиризон как акционер компании Мотор Сич будет незаконно лишена своих законных прав и вынуждена прервать общепринятые деловые отношения с украинской компанией Мотор Сич, что повлечет за собой огромные необратимые убытки. Со стороны государства Украина такие действия – это варварский грабеж и серьезное нарушение законных прав и интересов китайских компаний, работающих за рубежом, беспрецедентное неуважение к принципам и правилам международной торговли, заявили в Скиризон. По мнению компании, в указе отсутствуют конкретные причины введения данных санкций, поэтому есть основания полагать, что это преднамеренные действия государства Украина с целью препятствования инвестициям компании Скиризон в украинскую компанию Мотор Сич и недопущение реализации проекта международного сотрудничества. Также они считают, что есть основания полагать, что такие действия совпадают с целью действий Бюро промышленности и безопасности БИС, Министерства торговли США, от 14 января 2021 года о включении компании Скиризон в список военных конечных пользователей МИА. Кроме того, в документе описана полная хронология попыток урегулирования ситуации. Так, в Скиризон пишут, что с июля 2017 года компания вела переговоры с государством Украина в надежде миролюбиво разрешить инвестиционный спор. Начиная с августа 2020 года Скиризон была вынуждена предпринять ряд юридических действий в условиях длительной задержки, умышленного уклонения от решения вопросов и даже злонамеренной клеветы со стороны государства Украина. 9 декабря 2020 года, после того, как множественные добросовестные переговоры потерпели неудачу, Скиризон начала международный инвестиционный арбитраж. 13 января 2021 года, на основании расследования ЭГР и его заключений о неправомерных действиях СБУ, Печерский районный суд города Киева вынес решение о признании Скиризон и китайских инвесторов Мотор Сич, потерпевшей стороной от противоправных действий СБУ. Во избежание дальнейшего ухудшения условий ведения бизнеса компании Мотор Сич, акционеры ПАО Мотор Сич, владеющие более 80% акций, планировали провести общее собрание акционеров 31 января 2021 года. Именно в этот момент украинское руководство издало санкционные указы против компании Скиризон, которые незаконно, необоснованно и грубо лишили компанию Скиризон ее законных прав. Государство Украина отказалось от результатов предыдущих переговоров и полностью исключило любую возможность примирения между двумя сторонами, сказано в заявлении китайского акционера. Помимо этого, Скиризон возмущены заявлением главы украинского МИД Дмитрия Кулибы. Санкции против компании – это ошибочные и глупые действия, которые могут только отпугнуть от Украины потенциальных инвесторов со всего мира, окончательно загнать в безысходное положение и без того умирающую авиационную промышленность Украины, ухудшить и без того пошатнувшуюся экономику Украины, сделать еще более несчастной жизнь украинского народа, травмированного и опустошенного военными потрясениями и упадком благосостояния, когда совершаются действия вопреки здравому смыслу. Всецело утрачивается доверие, безостенчиво покрываются преступники. Все это приводит к презрению со стороны всей мировой общественности, добавляют в компании. В резюмирующей части заявления сказано, что Скиризон решительно выступает против преступных действий государства Украина, подмены концепции национальной безопасности, смешения правды с ложью, политизации нормальной экономической и торговой деятельности, злоупотребления государственной властью и необоснованного давления на китайские предприятия. Компания Скиризон всегда соблюдает закон и действует в соответствии с ним. Компания всегда надеется на мирное разрешение конфликтов, но никогда не станет бояться насилия, мы будем использовать все возможные юридические средства для решительной защиты своих законных прав и интересов, подытоживается в документе. Напомним, в Украина ввела на три года санкции против гражданина Китая Ван Цзина и трех расположенных в Китае компаний. В списке санкций также компания с британских Виргинских островов.